После того, как в Джогур-Кукинеш выступил глава государства, вопрос продления режима чрезвычайного положения обсудили депутаты Джогур-Кукинеша. Были затронуты темы возможного изменения условий ЧП, координации работы госорганов, возвращения соотечественников из-за рубежа. Подробнее в репортаже Бекумата Санбекулу. Продлению режима чрезвычайного положения быть. Джогур-Кукинеш утвердил соответствующий указ главы государства единогласным решением. Вместе с этим депутаты утвердили введение режима ЧП в городе Нарын и Атпашинском районе области. Таким образом, география объявленного теперь уже до 30 апреля режима ЧП расширилась. Депутаты поинтересовались, сохранятся ли все требования режима, не планируется ли облегчений. «Мы решили сократить время комендантского часа на два часа. Он будет действовать с девяти часов вечера до шести часов утра. Пока это все изменения при ЧП». Коменданта столицы попросили провести тщательный инструктаж среди постовых. Депутаты отметили, что есть факты нарушения правил личной гигиены сотрудниками правоохранительных органов. «Во время проверки документов постовые не должны брать документы в руки. В сложившейся ситуации нужно минимализировать контакт между людьми. Они ведь могут поспособствовать распространению болезни». «Я с вами согласен. Мы регулярно проводим инструктаж. Однако, указанные вами факты имеют место быть. Мы усилим работу и прекратим подобные действия». Актуальная тема весенних полевых работ. Прозвучал вопрос касательно крестьян из отдаленных регионов страны. Как оказалось, им трудно покупать запасные части для сельхозтехники. «Этот вопрос проработан штабом. Мы обеспечили оптовый отпуск запчастей с рынка Кудайберген. В полпреда в Чуйской области дано поручение организовать торговые площадки в Соколуке и городе Тукмок. Фермеры закупают необходимые запчасти именно там. Сейчас с продлением режима ЧП мы дополнительно проработаем вопрос организации подобных площадок и в других регионах страны. В целом мы приложим все усилия для нормальной работы Дехкан». «Был озвучен вопрос и о кыргызстанцах, находящихся за рубежом. Так, по информации правительства, со 2 февраля на родину возвратились более 6 тысяч граждан. Возвращению соотечественников правительство уделяет большое внимание с первого дня. Со 2 февраля, когда наши студенты были возвращены из китайского Уханя, совершено уже 35 чартерных рейсов. Кыргызстанцы возвращаются со всех регионов России. Есть возвратившиеся из стран Ближнего Востока. Юго-Восточной Азии – стран Арабского полуострова. «На данный момент еще 4 371 соотечественник ждет возвращения домой. Это кыргызстанцы из стран СНГ, Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Мы продолжаем работу по возвращению наших граждан в усиленном режиме. Проводим переговоры со всеми странами о возможности чартерных рейсов, открытии воздушного пространства. Стараемся хватить как можно больше людей. Необходимо отметить, что мы полностью готовы их принять. Гостиницы и обсервации готовы. Медицинский персонал готов проверить каждого возвратившегося домой». Было высказано и мнение, что ситуация с отечественниками за рубежом – итог упущения правительства. Депутаты отметили, что из-за коронавируса в обществе стало много непроверенной информации. «Было предложено усилить информационную политику работы правительства и оперативного штаба». «Мы видим, что правительство прилагает большие усилия в борьбе с болезнью, но в то же время в обществе много слухов. Например, касательно добровольных пожертвований. Строятся домыслы, куда и как они расходуются. Может, вам нужно давать больше информации?» «Правительством создано два счета – преминздравия и преминсоцтруда. На первый поступило 125 миллионов сомов. 38,5 миллионов из них решением специальной комиссии выделено на выплату доплат медперсоналу, задействованному в борьбе с коронавирусом. Остальная сумма продолжает оставаться на счету. Она никуда не делась. На счет преминсоцтруда поступило 13,5 миллионов сомов. Из них на помощь нуждающимся семьям направлено 4,3 миллиона. Остаток лежит на счету. Хочу отметить, что всю информацию о данных денежных средствах, откуда они поступают и на что расходуются, можно узнать на специальном сайте help.covid.kg. Мы стараемся работать максимально открыто». В заключении депутаты выразили свою благодарность специалистам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив, что введенные ограничительные меры – это шаг к общей победе над вирусом.